Вот читаю последнюю новость. Анатолий Шарий задержан в Испании, где имел статус беженца. По требованию, очевидно, Украины, и собираются передать, если задержали, для того, чтобы передать Украине. Спрашивается, а зачем тогда давали статус беженца? Что, это статус беженца тоже фигня, что ли? По всем законам, европейским и так далее. Если есть угроза, загроза, да, угроза жизни, неважно, блогер, политик и так далее, то дают статус беженца, для того и дают, чтобы защитить его. Что получается? Это тоже фигня, вранье, да? Испанцы тоже гондуны. Понятно, что, очевидно, что решение было принято на уровне центра, точнее, не Европы, даже не Брюсселя, а Вашингтоне. Но это ничего не значит. Испания независимая страна, и она может не выполнять это требование. Любую прихоть Брюсселя или Вашингтона. Я не за шария говорю, которому у меня нет каких-то симпатий. Дело не в этом. Но выдавать блогера – это последнее дело, тем более имеющего статус беженца. Вместе с тем ясно показывают они всему миру, что нет никакой свободы в Европе, в пиндосе и так далее. Это все фейк. Демократия, свобода – это все фейк. Тамошние правительства ставленники денежных кругов. О какой свободе демократии может идти речь? Я хочу напомнить, что я неоднократно осуждал выдачу блогеров и призывал других блогеров делать то же самое. Есть у меня видео, несколько видео, где я обратился с призывом также и к Шарию. И это видео отправлял я и ему с тем, чтобы он осудил выдачу Украиной азербайджанского блогера, к которому у меня абсолютно нет симпатий, каких-то отношений, вообще информации нет. Что он из себя представляет? Но вопрос не в этом. Шари игнорировал этот мой призыв и сейчас сам оказался в той же ситуации. Обязательно на собственной шкуре нужно ощутить правду, чтобы принимать ее.